Уважаемые коллеги, а сейчас вашему вниманию предоставляется доклад нашего выдающегося спикера, нашего доктора наук, профессора, нашего большого друга, палеотивной нашей теме, Андрей Борисович Данилов, доклад по нейропатической боли. Пожалуйста, Андрей Борисович. Уважаемая Диана Владимировна, уважаемая Гузель Рафаиловна, уважаемые коллеги, очень приятно быть здесь среди вас, потому что мы тоже занимаемся болью со своей стороны. Вот недавно был у нас конгресс Manage Pain, и мы полагаем, что вообще боль, любая боль, это междисциплинарная проблема, требующая объединения врачей. И, конечно, чем чаще мы будем встречаться вместе, наверное, тем лучше для наших пациентов. В моём сообщении я немножечко коснусь именно нейропатической боли, и парадокс заключается в том, что у нас очень много конференций на тему боли. Я имею в виду в неврологии, да, не только. Написано очень много, статей много, говорим много, но как-то пациентов не становится меньше, их становится даже больше. Вот в Соединённых Штатах вышла такая книжка со странным названием, не знаю даже, как правильно перевести, «Нация болеет» или что-то в этом духе. Вот буквально четыре цифры из этой книги. 40% популяции в Соединённых Штатах ходят с хронической болью, независимого диагноза. Это удивительная вещь. Нет ни одного медицинского состояния, диагноза, синдрома, который бы встречался с такой частотой. И в МКБ-11 будет уже отдельная у нас рубрика «Хроническая боль», что звучит странно, но сейчас мы понимаем, что хроническая боль – это очень сложное состояние. Удивительно, но 50% людей с хронической болью, они не удовлетворены лечением. Они обращаются за помощью, но уходят недовольными, начиная смотреть телевизор, я не знаю что, но результаты неудовлетворительные. Для меня очень удивительно и достаточно трагично звучит цифра – 17% людей, которые с хронической болью хотят вообще уйти из жизни. Не из-за диагноза, а просто из-за того, что у них есть боль. Почти получается каждый шестой пациент. Наверное, не знаю, в неврологической практике, а когда приходит пациент в кабинет к неврологу, говорит, у меня там болит спина уже несколько лет, но вряд ли врач задумывается о том, что у этого человека появляются такие мысли. Тем не менее. И последнее. Это вопрос уже о нашей компетенции. Смотрите, только 35% врачей знают, в общем-то, как лечить этих больных. А хочется спросить, остальные 65% – они чем занимаются? Что они делают? Они что назначают? У меня аспирантка поехала недавно в Соединенные Штаты, она занимается тоже болевыми синдромами, просто посмотреть, как там люди работают. Я советовал проехать не в какой-то один крупный центр, а просто в несколько центров. Вы знаете, что есть такой термин, как центр боли или болевой центр, где занимается именно хронической болью, независимый диагноз. Она приезжает и в ужасе мне рассказывает, что вы представляете, что происходит там, как лечат больных. Очень просто. Назначают им всем опиоидные препараты, всем подряд. Голова болит, спина болит, неважно. А там же всё это покрывается страховыми компаниями, всё очень легко. Вопрос, а как долго пациент должен принимать опиоидный анальгетик при мигрении, при головной боли, при боли в спине, при онкоганке? А пока боль не пройдёт. И вы видели результаты, да, 17 тысяч летальных исходов от неправильного употребления нужных, в общем-то, иногда в определённых ситуациях препаратов. В общем-то, мы сегодня понимаем, что хроническая боль – это не симптом, как острая боль, которая является сигналом опасности, предупреждающим сигналом. Хроническая боль – это кардинально другая, как правило, трагическая жизнь. Вот что мы сегодня пытаемся осознать. Потому что если мы этого не осознаем, а пытаемся рассматривать хроническую боль как симптом и лечить её как симптом, но никаких результатов нет, и вы видите эти цифры. Отношения между болью и жизнью сформулированы в этих очень, на мой взгляд, лаконичных, очень точных фразах. Когда у пациента наступает состояние, когда эта боль не уходит, вот она может быть даже не очень сильная, но она всё время есть. Мы говорим качество жизни, но боль начинает руководить жизнью человека, не человек. Он может строить любые планы, но если приходит боль, все планы рушатся, и боль становится хозяином, человек рабом. При хронической боли всё по-другому, но клинически очень трудно это осознать. К примеру, принято считать, что острая боль от хронической отличается чем? Временем. Острое – коротковременное, эпизодическое состояние, а хроническое – это длительно существующее. Правильно? Ну, в принципе, правильно. Но с точки зрения понимания боли и, что важно, терапии, важно отметить другое. При острой боли пациент приходит и говорит, болит здесь, болит здесь, болит здесь. Что делает врач? Он смотрит и исследует эту зону, УЗИ, рентген, и находит, как правило, там причины, и лечение направлено туда же. То есть всё в одном месте. Локализация с точки зрения пациента, диагностика и терапия – всё правильно. При хронической боли ситуация начинает меняться. Как? Пациент тоже ведь приходит и показывает на конкретное место. Здесь болит, здесь и здесь. Но механизмы боли при хроническом состоянии уходят с периферии и смещаются в центральную нервную систему и очень высоко. И понять, что боль очень локальная в каком-то месте, может быть, связана не с этим местом, а с каким-то другим механизмом в ЦНС, очень трудно и врачу, и пациенту. Но эти представления очень важны для того, чтобы мы по-другому начинали лечить больных. Смотрите, что сегодня происходит в мозге, в центральной нервной системе при самых разных хронических заболеваниях. Ну, в качестве примера, вот видите, это головной мозг пациентов с хроническим радикулитом. Казалось бы, у меня болит спина, и даёт в ногу. Классический корешковый синдром. И при чём здесь головной мозг? Чем дольше у пациента вот эта корешковая боль, тем больше нейронов он теряет здесь в передних отделах. Он начинает глупеть, у него когнитивные расстройства. И вы ему говорите, надо двигаться, надо делать упражнения. Он ищет нано-пластырь, он ищет капельницу, он что-то, он как бы не понимает. Это очень серьёзно. Меняется чувствительность к рецепторам. Человек перенёс инсульт, у него просто инсультная боль. Ему дают опиоидные анальгетики, потому что боль сильная. Они не помогают. Почему? Потому что чувствительность к опиоидам меняется после инсульта. Понимаете? То есть очень многие процессы, которые влияют на патогенез боли, на восприятие боли, находятся не в месте боли, которые традиционно мы как бы пытаемся лечить, а в центральной нервной системе. В соответствии с этими представлениями о том, что при хронической боли в патогенезе включаются не только локальные факторы, связанные с повреждением, скажем, например, опухоли, инфильтративным процессом, а очень много других факторов. Она родилась, и она существует уже несколько десятилетий, так называемая биопсихсуальная концепция, где суть которой сводится к тому, что мы, конечно, должны отсоединить, что происходит на периферии. Точно, лаборатория, рентген, УЗИ, всё правильно. Это остаётся. И это составлялась суть биомедицинской модели. Вот, казалось, всё, вся проблема боли там, в повреждении, в нарушениях, локальных, которые мы видим, находим. Но на восприятие боли оказывает влияние психологические факторы, социальные, когнитивные, поведенческие. Не в этой аудитории мне об этом говорить. Но этот подход, он как бы не вошёл в реальную нашу клиническую практику. По-прежнему у нас неврология. Если у человека болит спина, все смотрят куда? В позвоночник. Ищут там проблемы в позвоночнике. А, как правило, проблема боли спины – это не проблема позвоночника. Это проблема поведения, осознания, двигательной активности, питания, чего угодно. Но не позвоночника. 40% людей, независимо от возраста, имеют достоверную грыжу межпозвонкового диска, абсолютно, которая не болит и может не болеть всю жизнь. И они об этом могут узнать случайно при каком-то там обследовании. Понимаете? Сегодня мы понимаем, что придерживаясь вот этой платформы или вот этой концепции биопсихосоциальной, вот такой многомерный анализ позволяет нам лучше понять, особенно когда речь идёт о хронической боли. И ещё раз повторяю, что там механизмы находятся не только на периферии, но и в центральной нервной системе. Именно поэтому в лечении сегодня всё чаще говорится о том, что мы должны использовать мультидисциплинарные, мультимодальные программы терапии, где есть место и фармакотерапии, место и нелекарственных методов. И выбор лекарства или метода зависит не от того, есть это в центре или в аптеке, или доступно это или нет, а от целесообразности. И если человек потерял близкого друга или родственника, очень важным становится аспект какой? Социальной поддержки. Если у человека психологический какой-то конфликт произошёл в жизни, мы должны обратить внимание на психологический и так далее, и так далее. Поэтому, когда мне говорят неврологи, нужно лечить боль комплексно, я согласен, должен быть комплекс методов, но эти методы не являются стандартным набором, как аптечка в автомобиле. Всё, выбор методов определяется потребностью клиническим контекстом, конкретным клиническим случаем. Ну, уже Бузына Рафиловна говорила о том, что разделяют боли на три типа. Я хочу только здесь подчеркнуть, что это не теоретический какой-то взгляд или подфизиологический. Это продиктовано реальной клинической практикой. Почему? Потому что все эти три типа боли, и там боль, и там болит, и там болит. Это может быть рука, или нога, или спина, или голова. Да, но терапия этих трёх состояний будет совершенно разной, особенно когда речь о фармакотерапии, здесь не должно быть ошибок. И я сегодня хочу очень коротко напомнить. К ноццептивной боли мы относим все те ситуации и синдромы, и заболевания, когда действительно всё начинается с периферии, и какой-то процесс, воспаление, спазм, травма, действует на периферический болевый рецептор, и сигнал по нервной системе пошёл наверх, и человек чувствует боль в том или ином месте. В этой ситуации основная действительно проблема боли – это органическое какое-то повреждение в тканях, в органах, скажем так. Нейропатическая боль – тоже боль, тоже что-то болит. Но это другая боль. Она связана с чем? Она связана не с активацией болевых рецепторов в органах ткани, она связана с повреждением и не вообще нервной системы, хочу подчеркнуть, а именно той части, которая отвечает за проведение болевых сигналов. Это соматосенсорная нервная система, которая включает в себя периферические нервы и центральные проводящие пути. И третий тип – очень сложный для понимания и врачами, и уж тем более пациентами. Вот примеры перед вами. Боль абсолютно реальна для этого пациента. Это не придуманные боли, это не симуляция, это не какая-то там демонстрация симптомов, как иногда говорят. Это реальное ощущение боли. Но пациента обследуют и ничего в органах тканях не находят. Чисто всё, да? Смотрят в нервную систему, ничего в нервной системе плохого нет. И в мозге ничего не находят, ни на мартенче. Нет никаких изменений у пациента, а боль есть. Может быть такое? Может быть. Почему? Потому что восприятие боли, помимо афферентных вот этих систем, которые действительно отвечают за острую боль, за сигнальные пути, существует вот эта зелёная система, это нисходящая система, это эндогенные системы, которые начинаются в мозге и идут вниз, и заканчиваются здесь на сегментарном уровне. Опиоидная система, канабиноидная система, серотониновая, норадреналиновая, ганковская система, они все работают сверху вниз. И таким образом мозг может управлять восприятием боли. Независимо от того, что произошло здесь на периферии, взять 10 человек с одинаковым процессом на периферии. Отчёты боли или жалобы на боли будут разными. Почему? Потому что эти нисходящие системы под действием психологических, поведенческих, когнитивных и прочих факторов меняют, модулируют этот сигнал вот здесь. И один пациент говорит, да, у меня там есть, но это не очень сильная боль. А другой говорит, что у меня очень сильная боль. Хотя органические повреждения у всех примерно одинаковые. То есть представление об этих системах расширили наше понимание того, что боль – это не только повреждение, это не только какая-то травма, воспаление, и вот с этим надо бороться. Очень важно оценивать, как работают эти системы и обращать внимание на эти факторы. Нейропатическое боль. Но это очень конкретный тип боли. Вы знаете эти все ситуации, мы их делим на две группы. Это периферические состояния, когда страдает именно сенсорный периферический волокон. Подчёркиваю, не вообще периферические нервы. При повреждении двигательных волокон никакой боли не будет. При повреждении вегетативных волокон боли не будет. Боль появляется, когда в процессе вовлекают тонкие сенсорные волокна. Это первое. И центральная боль – это когда в процессе вовлекаются соматосенсорные пути. Они могут быть затронуты при инсульте, при опухолевом процессе, при травме и так далее. Иногда мне говорят, да, это нейропатическая боль, она вообще редко встречается. 20 лет назад в России был опрос, компания Pfizer проводила. Так врачи сказали, что вообще у них на приёме этих больных нет. Это к вопросу о понимании, что такое нейропатическая боль. Мы видели эти диагнозы, что у нас нет больных с диабетом, что нет больных с инсультом, с герпетическим. Их полно. В среднем сегодня, в среднем, вы посмотрите, от 7 до 18% в популяции. Голубые – это вообще хроническая боль, а красная – это нейропатическая. Да, конечно, хроническая боль имеет разные причины. Но нейропатический вот этот особый тип, который лечится по-другому, он встречается нередко 7-18% в популяции. Пересчитайте население своего города или там, где вы живете, увидите, что это не 2 пациента. Это очень большая группа больных, к сожалению. Поскольку повреждение нервной системы при нейропатической боли очень трудно объективизировать, мы не можем посмотреть скорости, например, по сенсорным волоконам. По моторным можем, по сенсорным глубокой чувствительности можем, а по этим нет. У нас нет объективных инструментов доказать, что это повреждительный волокон, что это нейропатическая боль. Поэтому диагностика в основном является клинической. Я хочу напомнить алгоритм, о котором я уже говорил на прошлом конгрессе у вас, но на всякий случай, мне кажется, он клинический, вы и пациент, никто не нужен. И вы очень быстро можете прийти к пониманию, есть нейропатическая боль, или есть здесь в этом смешанном синдроме нейропатический компонент, и нужно ли здесь действовать по-другому. Он включает в себя три шага или три действия на боку С. Ну, мы так это, знаете, для запоминания. Три С в диагностике нейропатической боли. Что нужно сделать? Нужно слушать, смотреть и соотнести. Что значит нужно слушать? Пациент может часами вам рассказывать, как ему плохо. Что нас интересует? Нас интересуют слова, которыми пациент описывает свои болевые ощущения. Очень часто пациент обращает внимание на что? На интенсивность. Говорит, боль очень сильная, очень сильная. Интенсивность – важная характеристика. Но для того, чтобы понять, нейропатическая боль или нет, нам нужно обратить внимание на слова. И если в тексте больного мы слышим, стреляет, сжение, как иголки, онемение. Видите, онемение – это же вообще не боль. А вот слово такое звучит. Когда мы слышим от пациента эти слова, это по данным серьезных статистических исследований, на 90 почти процентов говорит о том, что здесь вполне возможно уже есть что? Нейропатический компонент. Как важно прислушиваться к чему? К словам. Но не индуцировать больного, не спрашивай, а у вас боли жгучие, а у вас колющие. Почему? Потому что пациенты, чтобы привлечь к себе внимание, всегда будут говорить «да». И жгучие есть, и колющие, и любые, только помогите. То есть спонтанно отдать пациенту хотя бы в течение минуты, а характеризовать свои ощущения. Это к вопросу слушать. Что слушать? Не всю историю болезни. Люди страдают, им очень тяжело. Это понятно. И процесс коммуникации, он включает в себя внимательный, эмпатический настрой врача. Но здесь я говорю о словах, которые важны, имеют значение какое-то диагностическое для понимания, нейропатическая это боль или нет. Второе. Смотреть. Это осмотр. В основном неврологи это хорошо понимают. Но я очень коротко хочу напомнить, что мы зону боли должны осмотреть на предмет сенсорных феноменов. Что там мы должны посмотреть? Ведь боль мы не увидим, правда? Боль она как бы в словах, она в поведении. А что мы там увидеть можем? Значит, помимо вот этих так называемых симптомов раздражения, или в литературе сейчас появилось название позитивное, что для нашего уха, русского как гнёчень, это позитивно, когда человек овладенеет и так далее. Но вот сочетание болевых ощущений или жалоб, вот таких, простезии, мурашки, вот это всё, с симптомами выпадения, когда при проверке иглой пациент говорит, я не чувствую, может вызвать удивление. Как это так? Пациент говорит, что у него здесь болит, а мы смотрим иголочкой, а там он не чувствует. Вот такое сочетание не сочетание. Это самая характерная ситуация для нейропатической боли. Хочу, чтобы вы это запомнили. Это не парадокс, потому что при повреждении нервов происходит и то, и другое одновременно. В определённом механизме рождается боль, а по другим выпадает кусок чувствительности, и всё в одном месте. Поэтому, если вы видите пациента, который жалуется на боли, которому больно дотронуться, у которого мурашки, парастезия, дизостезия, скажем, в руке, и в этом месте вы иглой видите выпадение, он говорит, я не чувствую, это не парадокс. Это как раз то, что характерно для нейропатической боли. И третье, соотнести то, что мы услышали от пациента, то, что мы увидели, где, как это распределяется. Топография или нейроанатомия. Вот это очень важный момент, потому что, да, характеристики могут быть похожи на нейропатическую боль, там жжение, всё. Симптомы выпадения, но где? И здесь мы должны запомнить следующее, что для нейропатической боли, поскольку это связано с поражением нервной системы, характерно распределение этих жалоб и симптомов где? В конкретной зоне. Если пациент говорит, что у него прострелы, да, с поясницы, допустим, в ногу, это характерная зона нервного корешка или 5С1. Если пациент предъявляет эти жалобы и данные осмотра, всё локализуется в трёх пальцах, это зона серединного нерва. Если это в дистальных отделах с двух сторон грубее внизу, это зона чего? В периферических нервах. При инсульте это гемити, при герпесе это сегментарный. То есть вот этот подход 3С, он как бы позволяет нам клинически на приёме уже сориентироваться. Потому что если пациент говорит, что у него жжение по всему телу, то да, жжение это характерно для нейропатической боли, но нет чего? Это нет соответствия какой-то нейроанатомии. Понятно, о чём идёт речь? Поэтому не просто слова, не просто симптомы, а ещё территория, в которой это всё находится. Ну, используются разные шкалы, я не буду сейчас о них подробно говорить. Это для тех сложных случаев, когда вы не можете вот так клинически легко определиться. И особенно в онкологии, там смешанный тип боли, можно использовать эти анкеты, чтобы более отчётливо для себя понять, есть ли это нейропатический компонент или нет. Вот опросник ДН4, я его показываю, потому что самый простой, самый короткий, 10 вопросов, занимает 5 максимум минут. И вы уже близки к пониманию того, что нужно здесь думать и лечить нейропатическую боль, или здесь её вообще нет. И вопрос закрыт. Хочу подчеркнуть, что нейропатическая боль – это не какой-то стандартный такой вот набор симптомов, жёсткий при всех видах патологии. Особенность заключается в том, что он опретает разную окраску, фенотипически разный при разных заболеваниях. Просто иллюстрация – диабет. К сожалению, диабет растёт, и никуда нам не деться от него, хотя заболевание, которое можно не иметь, с моей точки зрения, по этиологии, это когнитивное заболевание. Ну, так или иначе, почти у половины или трети больных имеются вот эти боли, связанные с поражением периферических сенсорных нервов при диабете. Но как они проявляются? Чаще всего этот пациент говорит так, у меня жжение в стопах. Вот всё, вот это как бы маркёр нейропатической боли при диабете. А если возьмёте невралгию постгерпетическую, да, хочу напомнить, что есть острая невралгия, это боль, когда высыпания присутствуют. А постгерпетическая, когда высыпания ушли, и месяц даже может пройти после этого, и кожа уже чистая, а пациент приходит и говорит, я что, не могу одеться, не могу повернуться, не могу одеть бельё, пошелохнуться не могу. Любое прикосновение, аладиния, да, мы знаем такое проявление, вот это встречается у 90% больных. Вот уже здесь другой маркёр, тоже нейропатическая боль, но рисунок уже немножечко другой. Инсульт. К сожалению, 8% после инсульта, уже через где-то месяц после, казалось бы, такого тренда в сторону улучшения, идёт реабилитация, и вдруг раз, вот эти паратичные конечности начинают болеть. И возникает вопрос, это спастика, нужно тут разминать. Боль-то здесь, а механизм, причина её где? Там, где произошёл инсульт. Вот что такое постинсультная центральная боль. Опять же, боль здесь для пациента, а мы понимаем, что не мышцы виноваты, не связки, не контрактуры, а эти механизмы. И вы видите, здесь могут быть разные распределения боли, это может быть рука, нога, может быть гемитип. Очень важно понимать, что терапия этих больных не сводится к тому, чтобы там делать им массаж или какие-то тепловые процедуры на эту зону, а понимать, что механизм находится здесь и проводить адекватную терапию. Холодовая гиперлогезия. Пациенты говорят, у меня мёрзнет рука, но я одеваю варежку. И кажется, это вегетативность. Ну, человек не двигает, значит, она у него там микроциркуляция, вот эта холодная рука одевает, закутывает. И ощущение холода при нормальной температуре связано с центральными механизмами, а не с микроциркуляцией. Травма. К сожалению, это у нас тоже есть эти больные. 70% испытывают боли, и у 30 из них есть нейропатический компонент, который требует иного к себе лечения. И даже эти больные сами говорят, что к парапорезу, к параплегии, к этой бездвиженности, к коляске, они привыкают, адаптируются, в принципе, да. Но они никак не могут адаптироваться к чему? К болевому синдрому. Вот с болью адаптироваться, к боли адаптироваться очень сложно. С ней жить очень сложно, понимаете. Это слова своих больных. Онкологическая боль. Ну, вы лучше меня знаете, этих пациентов, но действительно очень часто это встречается. Это непосредственно влияние опухоли, компрессия, инфильтрация. Это паранойопластический процесс, это постоперационные боли. И, наконец, это химиотерапия. И, говоря о химиотерапии, у нас была диссертация недавно защищена. Был вопрос, а когда эта нейропатическая боль появляется и почему? Первый ответ. Она появляется тогда, когда в процесс вовлекаются тонкие сенсорные нейроны. Как говорят, полиневропатия, она может быть разная. Она может быть моторная, порез. Боли нет. Она может быть вегетативной, гипотония, артестатической. Но боль появляется, когда в процесс вовлекаются тонкие сенсорные волки. И оказалось, что вот эта химиотерапия, независимо от препарата, независимо от курса, независимо от дозы, на любом этапе почти 90% вызывает поражение почему-то именно этих тонких сенсорных волок. И эти люди получают, казалось бы, они лечатся от онкологического заболевания, и почти все получают то, что мы называем нейропатической боли. Вы понимаете, какая трагедия? То есть делается адекватная терапия по поводу основного заболевания. И почти облигатно мы ждем чего? Вот этого полиневропатии, вот этих тонких сенсорных волокон, и эта боль будет обязательно там, понимаете? И к ней как-то надо готовиться, видимо. Это вопрос уже как бы совместного обсуждения. Может быть, при старте этой химиотерапии, может быть, уже сразу начинать какие-то там, я не знаю, при габолине какие-то средства, которые как бы будут немножко защищать от развития нейропатического, а не ждать, когда он придет с тяжелейшим синдромом и думать, ломать голову, как вообще сочетать эту химиотерапию, которую нужно проводить, да, с противоболевой терапией. Это очень серьезный вопрос, чисто практического характера, мне кажется. Ну и в заключении, не в заключении, а в продолжении, еще у меня есть некоторое время, хотел обсудить вот выбор лекарства, да, их ведь много. Вот есть 10 опиоидных анальгений, а какой взять? Вот к вам пришел больной, вы что решили? А, я этому морфин возьму, а этому оксикодон, а этому торген. То есть есть какие-то критерии или, ну, обоснования, почему я беру этот или нет? У нас в неврологии очень большая путаница, люди принимают разные препараты. Я спрашиваю, зачем назначили при габолине? Ну как, это нейропатическая боль. А почему не назначили амитрептилином, тоже входит рекомендация. А почему лидокаин? А может, все сразу? Все в рекомендациях есть. Может, 10 сразу наркотиков, коротко и вылечим быстро. И все. Нелегко, понимаете? И вот, когда мы говорим о фармакотерапии нейропатической боли, то мы должны понимать о том, что сегодня предлагается, мы о нем тоже часто говорим, так называемый механизм, обоснованный подход. Не гадать, а может этот, может этот, или давайте попробуем этот, потом этот, такой химический полигон из пациента, знаете, иногда делает у нас. Это просто чудовищно. Пациент приходит, я уже принимал 10 препаратов, только 10 мне помог. А вот сразу найти вот этот 10, вот в чем задача, да? И мы используем этот подход. Вы видите, в нейропатической боли есть разные механизмы, я сейчас к ним подойду, но сразу показывают, что здесь нет каких препаратов НПВП. Не потому что они плохие, потому что они, для них самая главная мишень, это периферическая, ноццептивная боль, когда в тканях что-то есть. Когда есть в тканях воспаление, когда есть ЦОК-2, НПВП работает, потому что их мишень – ЦОК-2. При нейропатической боли особого воспаления нет, чистом, да, нейропатическом синдроме, поэтому другие препараты. Теперь, а почему? Когда брать карбамазепин, когда габапентин, а когда антидепрессанты? Очень в упрощенном, извините меня, виде я хочу просто обозначить как бы пути, почему. Значит, вот эта периферическая синстезация, она возникает чаще тогда, когда поражаются периферические нервы, не центральная нервная система. А как понять, что этот механизм есть, и в чём его суть, и почему это важно, и какие лекарства за этим идут? Если есть доказательства поражения вот этих периферических нервов, это раз. Характер боли, жгучие, колющие, вот помните эти слова? Это два, это в пользу вот этого механизма. Удар, током, прострел, всё сюда. Парастезия, вот люди говорят, мурашки там, да, это тоже сюда. Дизостезия – это, если угодно, болезненные мурашки. Вот чем отличается парастезия от дизостезии. Парастезии у нас всех могут быть, если мы там что-то отсидели, отлежали. А дизостезия – это когда вот эти ощущения являются болезненными, это уже, в общем-то, патологический симптом. Вот такая, ну, в упрощённом виде характеристика боли позволяет врачу уже поставить вопрос. А, значит, это может быть нейропатическая боли, понятно. А какой механизм? Механизм связан с гипервозбудимостью периферических нейронов, потому что при их повреждении на мембранах экспрессируется в большом количестве натриевых каналов. И если они открыты, эти сигналы болевые идут очень легко. И помочь этим больным снять боль могут и средства, которые блокируют что? Натриевые каналы. Есть такие? Есть. Пожалуйста, вот в этих больных с такой клинической симптоматикой, с таким фенотипом в большей степени мы смотрим на средства, которые блокируют натриевые каналы. Лидокаин, пластина, версатис, вы прекрасно знаете, да? И некоторые антиконвульсанты, которые имеют способность блокировать натриевые каналы. Но типичный пример карбомазепина – это что? Невралгия троничного нерва. Ну, это даже все врачи знают. Но почему карбомазепин? Потому что там механизм вот этот натриевых каналов, он ведущий. Поэтому лучше всего работает карбомазепин. То есть мы привязываем выбор лекарств к чему? К пониманию механизма боли. А механизмы боли мы судим по определенным клиническим маркерам. Еще один механизм – центральная синстезация. Значит, периферическая синстезация – это проблема в периферическом нерве, открытие натриевых каналов, там нужны блокаторы и каналы. А что такое центральная синстезация? А это гипервозбудимость уже центральных сенсорных нейронов. Важнейший механизм хронической боли – любой. А как понять, что этот механизм есть и зачем это нужно? А вот понимание того, что есть центральная синстезация, дают другие клинические особенности. Какие? Алладиния. Помните, мы говорили, что такое алладиния? Это ощущение боли в ответ на неболевой стимул. Достаточно легкого прикосновения, пациент говорит, что больно. И для больного проблемы вроде бы вместе здесь, да? Очень больно. Иногда ветер открывается, дверь открывается в палату, пациент открыты ноги, и он говорит, ой, вот этот ветерок, казалось бы, ничего вызывает ощущение боли. Постоперационные больные есть и так далее. Болела в одном месте, боль стала захватывать всё больше территории. Эти клинические нюансы говорят о том, что есть не просто боль, а гипервозбудимость центральных нейронов. И вот этот слабый стимул прикосновения, он пришёл сюда, попал на эти гиперсенситивные нейроны, и пациент чувствует боль. Очень простой тест, хочу вам посоветовать, может пригодится вашей практике. Он называется феномен звенчивать. Берёте карандаш, тупую ручку или спичку, и просто в месте, где у пациента есть болевой синдром, начинайте просто лёгкое прикосновение с интервалом в одну секунду, 10 раз. У здорового человека хоть 100 раз, ничего особенного. У пациентов с центральной синстезацией каждое следующее прикосновение будет восприниматься болезннее, сильнее, сильнее, сильнее. Отсюда слово «взвинчивание». Очень всё просто, видите, просто взяли и потрогали 10 раз, не иголкой, и не сильно, а просто обычным предметом, хоть пальцами, я не знаю. Очень всё просто. Значит, аллодиния плюс расширение зоны. И вот этот тест уже позволяет вам понять, что здесь не просто боль, тяжёлая, не в интенсивности, а механизм такой. И что это значит с точки зрения выбора терапии? Это значит, что нам нужны другие лекарства. И в этой ситуации мы смотрим на пригаболин и габапентин, которые вы тоже все хорошо знаете, я не буду долго говорить. А почему? Потому что они действуют где? Они действуют в ЦНС. Они вот здесь, на уровне спинного мозга, блокируют выброс болевых медиаторов из периферического нейрона в синаптическую щель и блокируют их действие на постсинаптическую мембрану. Они прерывают боль, где в спинном мозге, и гипервозбудимость уменьшается, центральная синстеризация уменьшается. У человека, если болит зуб, пригаболин не будет помогать. Будет помогать НПВП, потому что воспаление, СОК-2, там они встречаются. А здесь другая ситуация. Боль здесь, а механизм где? Там. Вот в этом суть механизм обоснованной терапии. И дезингибиция. Вот это очень важный механизм, хотел бы тоже два слова сказать. Что значит дезингибиция? Помните, мы говорили, эти системы имеют важнейшую роль в модуляции боли. И если человек страдает больше, чем 6 месяцев, независимо от этиологии боли, эти механизмы начинают сдавать. То есть ресурс у здорового человека есть, эти системы работают у здоровых людей хорошо, но когда человек сталкивается с болью, которая не проходит, этих ресурсов собственных не хватает, и это получило название дезингибиция, то есть невозможность подавлять боль. И здесь иной подход к фармакотерапии, о котором я сейчас скажу, и вы уже догадываетесь. Но почему и каким признаком мы можем понять, что есть вот этот механизм? Сейчас же не приходит к вам, говорит, знаете, доктор, у меня вот периферическая синстезация есть, центральная синстезация и немножечко дезингибиция. Вот помогите, да, можете что-нибудь посоветовать. Он приходит, говорит, болит спина, болит нога, там, всё. А наша задача по каким-то вот этим нюансам вычленить, идентифицировать по возможности, это, конечно, не просто эти механизмы, и обосновать выбор лекарств. Значит, если к вам, а у вас таких больных очень много, длительность боли больше года, что бы вы ни нашли на периферии, этот механизм присутствует тоже, и на нем надо тоже работать. Если пациент говорит, что болела здесь, а теперь у меня везде болит, это тоже говорит о том, что не на периферии проблемы, а где? Здесь, эти системы сдают, они не могут сдерживать ситуацию. В сочетании с депрессией, в сочетании с плохим сном, мы должны, да, задавать эти вопросы. Человек говорит, у меня депрессии нет, оказывается, что он встаёт женщина или мужчина в 4 утра, и не может дальше уснуть. Самый ранний признак депрессии, ранние пробуждения, если невозможно всё уснуть. Потом уже будет нежелание вообще что-то делать, пропадает интерес. А вот ранние пробуждения, ещё нет симптомов клинических, грубых, уже ранний маркёр, да, нужно задавать. Много болело здесь, теперь всё болит. И снижение качества жизни, люди уходят с работы, теряют контакты и так далее. Вот этот портрет позволяет нам задуматься о том, что эти системы нуждаются в ремонте. И какие лекарства? Анальгин? Версатис? Мюрилоксант? А что? Нам нужно восстанавливать эти системы. Есть такие препараты? Есть. Их называют антидепрессантами. Но сами психиатры говорят, что скоро это слово уйдёт, потому что это путает больных в первую очередь. Потому что речь не идёт о депрессии, речь идёт о восстановлении этих нисходящих систем. И это могут сделать не все антидепрессанты, а антидепрессанты, которые будут с несколькими системами. Из старых, хорошо известных хамитрептилин, из новых — это препараты двойного действия, ингибирующие и серотонин, и нородрелин. И хочу подчеркнуть, что, назначая эти препараты, мы видим обезболивающий эффект не через месяц, как антидепрессивный, а раньше, через 10 дней. Почему эти системы начинают потихонечку восстанавливаться? Но курс терапии — это не 5 дней или не 5 месяцев, это год. Поэтому, когда мы назначаем эту группу препаратов, мы должны понимать, что приём будет длительный. Эффект, да, начнётся не через год, он начнётся через 10-2 недели. Но даже если мы добьёмся хорошей ремиссии, отмена препарата должна проводиться не раньше, через год, чтобы не было рецидивов, чтобы мы укрепили эти системы, потому что боль хроническая, у неё особенно нет шансов как-то перейти обратно в острую или исчезнуть. Опиоиды при нейропатической боли используются, но эффективность тоже их ограничена, потому что механизмы очень сложные. Побочных эффектов много, уже говорили, они с стороны ЦНС и ЖКТ. И вот ЖКТ, вы знаете хорошо, это связано с тем, что в кишечнике очень много опиоидных рецепторов, и любые препараты опиоидной группы, они действуют на эти рецепторы, и возникает что? Нарушение моторики. Действуя на рецепторы в ЦНС, возникает обезболивающий эффект, мы знаем. А вот действия этих препаратов в кишечнике, они вызывают запоры. И когда взяли таргин и соединили там что? Ксикодон и налоксон, то всё правильно, Гузелорфейно говорил, это агонист и антагонист. И если их вести внутривенно, то эффекта не будет, один будет нейтрализовать другой. Но фокус этого препарата заключается в том, что он принимается внутрь, а идея в том, что налоксон не проходит через барьер, он остаётся в кишечнике и блокирует действие оксикодона в кишечнике, и не даёт возможности развития. А потом процесс идёт что? Перехода туда, а туда переходит только оксикодон, и он оказывает в ЦНС своё мощное обезболивающее действие. А налоксон туда не проходит в силу своей низкой биодоступности. И получается очень хитро и правильно. В кишечнике нам нужен этот антагонист, чтобы не было запора, а в ЦНС нам не нужен антагонист. Его там нет. Поэтому только пероз, торгин обладает вот таким интересным действием. Сохраняется мощное действие оксикодона и снижаются риски опиодоиндуцированных запоров. Ну и в заключение хочу напомнить, что есть резистентный к фармакотерапии пациент. Мы как бы тут что ни подбирали, а он не реагирует. Тогда у нас есть в запасе электростимуляция, есть такой метод, как транскраниальная магнитная стимуляция, глубокая стимуляция. Но это уже определённые инвазивные методы лечения. Есть разные методы, так называемые, зеркальной терапией, когда пациенту ставит зеркало, и вот та больная рука остаётся... Знаете, знакомы с этим, да? Зеркальная терапия. Ну, допустим, у человека левая рука болит после инсульта и не двигается. Ставит зеркало, в котором он видит свою руку, вроде левую, на самом деле это отражение правой. Он работает правой рукой, и он видит, что у него левая рука начинает двигаться. Вот эта иллюзия или фокус, что он видит руку здоровой, и она двигается, даёт снижение боли. Продаются даже такие устройства, где можно дома проводить такие сессии зеркальной терапии. Ну, конечно, я не буду здесь говорить в этой аудитории социальной поддержки, всё это очень важно, и здесь это очень-очень-очень всё чрезвычайно значимо. Но в заключении хочу подчеркнуть, что нет ни одного лекарства или одного метода самого по себе, который бы дал какой-то результат. Всё это должно быть интегрировано в мультидисциплинарные программы терапии. И здесь уже Глеба Рафаиловна цитировала процессы, мы, уверяю вас, не сговаривались. И это знаменитая фраза, да, ведь кто её только не знает, что медицина – это больше всего. Хорошо, согласен, а что такое искусство? Мне нравится это определение Кончаловского. Искусство – это то, что не могут сделать другие. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Андрей Борисович. Настоящее искусство. Такие лекции. Спасибо вам огромное. Спасибо.